Ну чё, ребят, отменить алименты или контролировать траты? Мнение людей с улицы. Абсолютно не силённый, к сожалению, вот в правовом поле в этом вообще ни разу. Парень, мужчина не хочет детей, значит не хочет, значит алименты давай. А в нашей стране в основном все содержатся за счёт мужчины. Это даже на концерт Стаса Михайлова сходить для мамы, это будет какая-то отдушина. Пф, да пошла нахуй эта мама со своим концертом Стаса Михайлова. От отца, извините. Либо смерть... Да, эта шлюха короче пойдёт на концерты ебаного Стаса Михайлова, а чувак отдаст четверть своей зарплаты и без того маленькой. Охуенно, моё почтение, супер. Наказали бы билетики. Я считаю, что это, ну, мать сама распоряжается, чем, как бы, на что тратить деньги. Вообще, дайте мужикам оставлять детей себе. Да, согласен, дайте мужикам оставлять детей себе, там, я не знаю, ещё чё-нибудь, ещё чё-нибудь. Блядь, концерт Стаса ебаного Михайлова. Вот смотрите, баба, баба появилась, да? И она такая, опачки, ну, пусть хотя бы на концерт Стаса Михайлова сходит. Короче, нормально. Чел голодает, а эта шалава, блядь, пошла, короче, на концерт Стаса Михайлова. Супер. Причём, на самом деле, если четверть отнять и от 20, и от 30, и от 50 тысяч, всё равно это солидно. Это, ну, это большая трата, в общем-то, денег. А если детей ещё и несколько, то вообще очень много. Дали, и всё, это их не право, куда тратят. Хотят на алкоголь, хотят на что-то. Среди канал Хохловского. Сейчас вот есть такая инициатива по отмене алиментов, вот вообще, в принципе. Как вы считаете, это хорошая инициатива или нет? Отменять не надо. Отличная инициатива, отменять надо. Ну как, я не думаю, что алименты надо отменять полностью, опять же. Я думаю, что у мужчины должна быть возможность выбирать, платить алименты или не платить алименты. У женщины есть возможность выбирать, делать аборт или не делать аборт. у мужчины должна быть возможность сказать принимает он ее выбор или не принимает он ее выбор соответственно абсолютно там легальная возможность у него на это должна быть это это его выбор платить элементы за этого ребенка ли он не признает этого ребенка своим он ему нахуй не сдался и он вообще сдохнет с голоду если будет платить элементы он и так еле-еле сводит концы с концами там все дела и так далее так далее так далее то есть если вы даете женщине право выбора на аборты но я как понимаю вообще лишить ее этого права довольно трудно можно просто запретить и делать аборты в обществе где есть у нее выбору делать или не делать я думаю мужчину должен быть выбор делать давать элементы или не давать элементы при tom желательно чтобы этот выбор был сделан до По зачатия, так скажем, ну или уже после зачатия, уже по договору, то есть должен быть составлен определенного рода договор, то есть если мужчина, если мужчина обязуется, говорит, что вот все, у нас будет ребенок, я хочу зачать ребенка, чтобы он не имел права взять и свернуть с этого пути, все, говорит, я хочу ребенка, я буду его воспитывать, там бла-бла-бла-бла-бла, но потом они расстались, ну это в таком случае спланированный ребенок, оба разумно его завели, значит элементы нужны. Если никакого договора не было, если никто никому ничего не должен, если вдруг женщина взяла, залетела и выбрала не абортировать ребенка, еще элементы хочет получать, конечно аборты, ой аборты, конечно алименты надо для таких мужчин конкретно отменять. То есть женщина делает, вот она переспала с каким-то рандомным мужиком, переспала с каким-то рандомным мужиком, в общем-то, защиту не использовала, в общем-то защиту не использовала, или использовала защиту, она порвалась там, или испортилась, или она неправильно использовала защиту, орали там контрацептивы, неправильно использовала, ее вина тоже тут во многом окажется, да. Ну, в общем, дала, случилась неудача, и она выбирает, рожать или не рожать. И она выбирает рожать, потому что она думает, вот у меня есть деньги, я обеспеченная, я рожаю. Или у меня нет денег, я не обеспеченная, но я вытяну с родителями, да еще и алиментики, блядь, да? Вот этого не должно быть с алиментиками. В общем, на мой взгляд, алименты должны иметь место далеко не во всех ситуациях. Во время, по поводу спонтанных половых связей, вообще, ни о каких элементах речи вообще идти не должно. Просто, просто, соответственно, вообще ноль. Если договора заранее не было, о том, что у нас там брак, у нас там вот это, вот это, вот это. То есть, у нас не семья, у нас не семья пока что, у нас вообще ничего нет, мы никак с другом по большей части не связаны. Мы там спим регулярно, допустим, или не регулярно, или даже не очень регулярно. Ну, вот появился ребенок. Все, мужчина должен иметь полное право сказать, не, 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 если бы был мой выбор, я бы аборт выбрал, честно говоря, да? Прости, конечно, ты сама приняла решение о том, что надо рожать, ты сама приняла это решение, значит, у тебя, наверное, средства на это есть, значит, ты можешь воспитывать ребенка, ну, короче, живи с ним, короче, вот. Вот, люби его, живи с ним, поздравляю. А почему? Ну, как, если парень и мужчин не хочет детей, значит, не хочет, значит, алименты давай. Охуенная логика. Сугубо против, алименты должны быть, потому что у нас и так страна безотцовщин, и если люди не будут никак нести за это ответственность, это будет как бы... Какую, блядь, ответственность? За кого? За кого ответственность? За то, что женщина выбрала не абортировать ребенка и решила сама понести ответственность? Почему какой-то левый мужик, с которым кто-то спит, в общем-то, да, какой-то левый мужик, почему он должен нести ответственность за секс, соответственно? Почему? Как? Ну вот, ну вот, как бы, пам. Умный абзац, мягко говоря. То есть, смотрите, у женщины есть выбор, нести ответственность за секс или не нести ответственность за секс, аборт или не аборт, да, соответственно, ну, в общем, может ничего не быть, в принципе, да? То есть, женщина халатно отнеслась, в общем-то, к совокуплению, допустим, и не использовала никакие неоральные, никакие контрацептивы, и вообще все пошло не так, все пошло печально. И она еще и аборт не захотела делать. У нее куча вариантов, как все провернуть, все урегулировать, но и даже последний путь она решила пойти в ребенка, решила втопить в ребенка, соответственно. Везде выборы совершает, ну, преимущественно она, по большей части она совершает все эти выборы. Более того, она еще и мужика, скорее всего, себе выбрала, так что тут тоже, знаете, такое. С учетом, что она подразумевает, что она-то может забеременеть, там еще что-то может произойти, давайте, Сергей, удачи. И вот все вот это. Ну, мужику-то на самом деле, ему там орал, анал, и вообще заебись будет классно. Мужчина мог бы обойтись без вот этого самого замечательного места, да, мужчине было бы хорошо. Панасико-дегенерат, вы же знаете, цена-да. Вот. Ну, да ладно. То есть, в принципе, в принципе, в принципе, да, в принципе. Женщина понимает, что у нее там между ног находится очень опасная зона, очень опасная зона, которая может привести к неприятным последствиям, да, соответственно. Ну вот, ну вот, все вот эти вот функции, они как бы в том числе на женщину ложатся, и даже сексуальные проблемы, они в большей степени ложатся на женщину. И ввиду этого, кстати, женщины, они как раз и выбирают, кому дать, кому не дать, с кем иметь отношение, с кем не иметь отношение. Поэтому мужчины, они как бы создают предложение самих себя массовое, пытаются к девушкам, в общем-то, подкатить по-разному, пытаются, да. А женщины, они как бы выбирают. Вот ему можно, ему нельзя, ему можно, ему нельзя, например, да. И сколько там женщина будет воздерживаться, соответственно. У женщины в половой жизни, на мой взгляд, куда больше выбор. То есть, ввиду того, что у женщины значительно больше выбор и ответственность даже в этом плане, из-за того, что у нее репродуктивная функция, она прям вот может сюрприз определенный выдать, ну, на ней чуть-чуть больше ответственность лежит в плане секса, с одной стороны. Так еще и аборт она выбирает или не выбирает, и, соответственно, она еще выбирает, будет ли ей платить мужик элементы или нет. Хмм, что-то здесь не так. Здесь не так, что-то здесь не так. Я говорю, да лучше собак идти ебать, честно говоря, чем женщин в таком случае, чем платить элементы. Я против. Вы считаете, это хорошо? А почему? Потому что отец ребенка должен какую-то ответственность проявлять. Да какой, блядь, отец нахуй ребенка? Вот смотри, ладно, давай так. Если был брак или ребенок появился по некому договору, окей, вопросов нет. Мужик как бы сказал, мужик сделал. Мужик сказал, короче, рожай ребенка, хочу ребенка. Хорошо, ты согласилась, ты родила, и мужик теперь не должен иметь возможности просто так слиться, потому что иначе там пиздобог, фу, в лицо ему, ну, короче, вы поняли. Пусть отплачивается, соответственно, алиментами. То есть он тебя наебал, он сказал, что я обеспечу тебе помощь и поддержку, рожай, моя родная, любимая, я хочу ребенка, давай, в общем, без защиты заниматься сексом много-много-много-много-много-много раз. Точно ребенок будет у нас, хочу ребенка, в общем, беру на себя ответственность. Вот если вот такое произошло, то плати алименты, друг, ты заслужил. А если произошел спонтанный секс, так скажем, когда оба не планировали ребенка, и это большая часть сексов, которые происходят вообще во всем мире, это спонтанные сексы, когда ребенок не планируется, да? Ну, вот в таком случае очень большой вопрос, а насколько этот отец вообще отец? Да, насколько он вообще как отец здесь подходит? И почему он вообще должен брать за это ответственность, за решение другого человека? Причем нередко за решение совершенно чужого человека, неблизкого, непонятного, да? Да, то есть, ну вот, был секс, окей, почему ты должен платить за кого-то, в общем-то, вот? Шат, так ты принадлежишь государству, и твой ребенок принадлежит государству. Государство сейчас запрос на ребенка, поэтому воспитывай и не выебывайся. Поэтому, ну, я буду против. И, кстати, я понимаю мужчин, которые, ну, они в отношениях состоят, и потом начинают пиздить женщин за то, что те не делают аборт, например, в отношениях. А что делать? Простите, конечно, простите, конечно, да? Но вот в случае расставания, а расставание, скорее всего, случится рано или поздно во всех, во многих отношениях, ему придется платить вам, в общем-то, кучу денег, достаточно большую кучу денег. Даже если он 100 тысяч зарабатывает, ему придется там отплачивать, я не знаю, 25 вам, например, да? Если он зарабатывает 50 тысяч, он будет больше 10 вам отплачивать. Пиздец этот, ну, вот это большой, откусывается огромный кусок от его зарплаты. Что, соответственно, понижает качество его жизни очень сильно. И с учетом, что многие мужчины, ну, зарабатывают не больше 50 тысяч рублей, на самом деле, большинство мужчин. Знаете, я понимаю, почему люди вот на фоне вот этих вот рожаний и нерожаний, они могут ссориться, драться, ненавидеть друг друга. Я это не одобряю. Я бы сам так поступать не стал, но я честно могу понять человека, который угрозами начинает заставлять женщину сделать аборт. А как, блядь, иначе? Ты либо 18 лет мучаешься, платишь кредит, так скажем, да? Платишь незапланированный кредит всю, в 18 лет, как на ипотеку. Как ипотеку, платишь 18 лет ипотеку, но без жилья, без каких-либо преимуществ, и без какого-либо права на собственность этого человека, ребенка, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, тебе от этого кредита-ипотеки не будет никакого преимущества. Ты просто так ее платишь, блядь. И тебя еще женщина, которая получает эти деньги, скорее всего, не уважает ни во что не вставит. Ребенок тебя не уважает ни во что не вставит. Да пошли вы нахуй со своими алиментами, честно говоря. То есть... Блядь, к своему чаду. Это же, как бы, не только мой ребенок, но еще и от него. То есть, он должен помогать каким-то образом. Если он свалил, извините, всю ответственность на меня сбросил, почему я должна растить ребенка одна. Да не расти, выброси его в детский сад, я не знаю, в детский дом, блядь. Просто... Да еще, блядь, еще в детский дом можешь ребенка отдать. Да ты охуела просто, мразь, блядь, ебучая. Ну, серьезно, ну что за хуйня? Что за хуйня? У женщины выбирает вообще все, блядь. Вот это выбирает, вот это выбирает, вот это выбирает. Еще и в детский дом, блядь, ребенка может отдать. Если она его еще и убьет, нахуй, этого ребенка, ей еще и ответственности меньше будет, юридической. Охуенно. Мое почтение. Браво, блядь. Женщины нихуя не богини юридически. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ебал. Даже если мы не живем вместе. Вот на этот вопрос хорошо ответит Олег, я уверен. Ты как раз знаешь, очень много... Круто, Ирин, вот это кайф. Но я бы не сказал, что проще. По-моему, сложнее. Про элементы? Вот, про то, что нужно. Вообще, я обожаю элементы, на самом деле. Но я как считаю? Вообще, должно зависеть от того, почему разрушилась семья. Какая, блядь, семья? В большинстве случаев вообще никакой семьи нет. В большинстве случаев семья еще даже не начиналась. К примеру, изменяет тебе женщина. Ты ни в чем не виноват. Ну, кстати, я с ним тоже согласен. При определенных условиях можно женщину нахуй от алиментов отстранить. Ну, или претендовать на ребенка. Опять же, давайте еще так. Смотрите. Смотрите. Ребенок – это ресурс, в который мы сначала вкладываемся и тратимся, да, соответственно. Из которого потом можно выжить определенную, в общем-то, пользу. Ну, может быть, это звучит меркантильно, может быть, это звучит как-то неправильно. Но тот родитель, который живет с ребенком, который за ним ухаживает, и который, в общем-то, к нему внимание проявляет, он скорее имеет право претендовать на ряд полезных всяких вещей от этого ребенка в последующем. То есть, ребенок – это вклад в некий будущее. Ну, вот, допустим, вырастет у тебя ребенок, и к 30 годам этот ребенок, он, в общем-то, разбогатеет, может быть, или просто начнет нормально зарабатывать, может быть, и на ремонт тебе подкинет старость, и еще что-то сделает, и так далее, так далее, так далее. То есть, родитель, который живет с ребенком, может получать от ребенка выгоду. Да более того, даже ребенка можно воспитать таким образом, чтобы он мыл посуду, мыл полы, там, вообще какая-нибудь хуйня, сделать его домашним рабом можно, вообще шикарно. То есть, у тебя есть домашний раб, ты платишь ему за еду, на еду просто, да, скидываешь бабло, еще тебе алименты сверху платят, и ты ходишь на концерты, вот, Стаса Михайлова. Мое почтение, жизнь заебись просто, кайф, 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 всем бы так жить, короче, но что-то сильно круто. Разводишься с ней, отпиливаешь ей половину квартиры, хотя чаще всего... Половину роги, половину ноги. Ну, типа того. И, вообще, если не платишь элементы, это уголовка. Да, так тоже. Да, это пиздец, уголовка как, пиздец. Соответственно, нужно сначала понять, почему развалилась семья. Никто, кстати, не знает, что алименты это уголовка. Ну, уголовка. Они потом узнают это. Они потом, да. Вот эти вот 800 тысяч человек, они узнают попозже. Я думаю, что все-таки плохо, так как у меня в семье конкретно был подобный случай, когда не выплачивались алименты, и матери было довольно проблематично. Из-за этого. Так что я против. Ну, в общем... Окей, Белл. Инициатива хорошая. Анна пишет, да, бедные будущие дети Шады. Ну, бля, такое. Ну, кстати, у меня были дружганы, я уже рассказывал. Христиане, ну, не православные, правда, но христиане, которые... У которых мамка, в общем, заставляла их постоянно работать, стирать, убирать. Все по дому почти они делали. Она сидела там, тусила-то на улице, там такая сидит, отдыхает. Яблочки иногда выходит, собирает. Ну, и вот такое. Ха-ха-ха-ха, нормальный, Эрин. Я считаю. И вообще, дайте мужикам вставлять детей себе. Да, справедливо. Ну, если они хотят, а мать не хочет. По умолчанию 90, наверное, 90. В смысле, если они хотят, а мать не хочет. Алло, блядь, алло, проснись, как бы... Надо, чтобы мужчина мог оставить детей себе в любом случае 50 на 50, чтобы было. То есть, допустим, я мужик, я зарабатываю бабки, у меня есть деньги, я могу содержать ребенка. У меня даже жена может уже есть, которая может содержать ребенка, там тоже месяц со мной. Еще одна, вторая жена. Все. Короче, конец. Ну, кому отдавать ребенка? Бедной, безработной телке, которая, хер знает, там продавщицей в лучшем случае устроится. Или, например, мне, которая нормально зарабатывает. Допустим. Ну, конечно, мне. Мне. Конечно, мне отдавать. Ага. 9% детей остаются с матерями. Не, понятно, что если они, они хотят, а мать не хочет, то ребенка и так можно со сом оставить. Это понятно, Сергей. Но, скорее всего, кстати, женщина алименты в таком случае платить не будет. Что, кстати, тоже, блядь, пиздец, как интересно. Ну, и, кстати, я думаю, большинство матерей, они лучше ребенка себе возьмут, на шею повесят, чем будут сами платить алименты. Потому что алименты это отдельная форма полного пиздеца. Это реально, это кредит ни на что. То есть чисто со стороны человека, с нашей человеческой стороны, ты платишь кредит в нихуя. Ты не получишь айфона, ты не получишь машины, ты не получишь квартиры. Ты получишь хуй с маслом, тебя еще сын ненавидит, или дочь тебя будут ненавидеть за то, что ты семью покинул. И мать будет еще настраивать его против тебя. Офигенно. Классно. И ты, блядь, платишь 18 лет ебаный кредит. Ну, ебал в рот, короче. Шикарно. Че-че круто просто придумали. У женщин нет уголовки за неуплату аликов, поэтому почти никто не платит из них. Респект. Респект женщинам, блядь. Женщины ни в коем разе юридически не больше защищены, чем мужчины, ребят. Ни в коем разе, вот вообще. За равенство нужно бороться против патриархата, ребят. Срочно. Срочно нужно бороться. Семью заводить вообще нельзя. Вообще. Ну, мужику заводить семью вредно. Хотя с мужиками, может быть, и лучше было. Нет, это плохо. А вы как считаете? Мне тоже не нравится эта идея, потому что... Ну что, мне, блядь, это невыгодно. Я не смогу прессовать мужиков и получать с них деньги, если я забеременею. Конечно, это хуёво, блядь. А как же я буду ходить на концерты Стаса Михайлова, блядь, сука? Я хочу на концерт Стаса Михайлова. Свои семьи сейчас разводятся в любом случае, и порой люди не могут договориться на мирных основаниях о том, кто, как будет воспитывать детей. Просто суд, он упрощает эту задачу. Особенно в нашей стране в основном все содержатся за счёт мужчины. И если он уходит из семьи, то... Женщина, блядь, он уходит из семьи, блядь. А может, женщина уходит из семьи. Может, ещё что-то там происходит. Она остаётся одна с детьми и без денег. А почему она сама их не может содержать, допустим? Ну... Как те женщины такие, как бы... То есть у нас просто практикуются традиционные семьи. То есть это когда мужчины работают, а женщины сидят с детьми. И если они разведутся... Ну как практикуются? Как практикуются? Обычные мужчины и женщины работают в среднестатистической российской семье. Мужчины и женщины работают. Это норма. Есть исключения, там, не знаю, армейские жёны. Вот здесь они вроде все дома сидят на самом деле. И люди, ну, есть мужчины, которые много зарабатывают и могут позволить полностью содержать женщину дома и ребёнка. Ещё и детей параллельно. Но это скорее исключение. Я понимаю, что девочки, они как бы только родились, они молодые, они не знают, как устроен мир, они не знают, как люди работают. За какие, блядь, деньги люди работают на самом деле, да? Вот. И ввиду этого, ну, я понимаю, что девочки ещё мир не повидали, и им, как бы, блядь, они думают, да, мужчина, большинство семей, мужчины обеспечивают семью, а женщина нихуя не делает. Да, да, блядь, конечно. Размечталась, блядь. Сама будешь скоро работать всю свою ёбаную жизнь до старости, пока не сдохнешь, блядь. Ты в России, дура, ты в России живёшь, ты чё? Прошу прощения. Это женщина остаётся ни с чем. Ну, есть такие случаи, когда женщина реально остаётся ни с чем, но в среднем просто обычно получается так, что и мужчина, и женщина работают, женщина получает чуть-чуть меньше мужчины. И потом, блядь, мужчине четверть зарплаты нахуя, блядь, и мужчина такая, сука, мои деньги, блядь. Всё, ну, классно. Не знаю, ну, у меня другая позиция, я, потому что, наверное, в другой семье живу, но для меня женщина, она может как и работать, так воспитывать детей одновременно, и как бы всё в порядке. Нет, ну, это понятно, но тем не менее, я говорю про большинство семей. Ну, про большинство. Какое, блядь, большинство нахуй семей? У нас большинство зарплат это 20-30 тысяч рублей в столице, ну, в Питере, в Питере, в Питере, 20-30 тысяч рублей. Если вы получаете 40, это уже как бы солидненько. Если в какой-нибудь магаз пойдёте, вы 30-ку будете хуярить за 30-ку, и то, если вы уже стажировку прошли, там уже старший продавец, там уже старший продавец, такой крутой старший продавец, да. В таком случае вы можете и 30-ку отрабатывать, если вы менеджер, менеджер, там 35-40 какого-нибудь магазина. Ну, вот, вот подруга. Ну, то есть, большинство семей, да большинство семей у нас средние зарплаты по России, сколько там, 40 тысяч, 50 тысяч, с учётом олигархов, обоссанных айтишников. Я люблю, кстати, что я ППШ, мой любимый зритель. Ну, вы поняли, да, ну, просто айтишники, они статистику нам портят. Нам, нищиёбам, портят статистику. Это ужасно. Ну, в общем-то, из-за них средние зарплаты в среднем растут, к сожалению. Это при том, что в регионах некоторые люди вообще по 15 тысяч получают, по 10, блядь, тысяч. Обоссаны, я люблю ваши, я люблю всех моих любимых обоссанных айтишников. Ну, вы просто понимаете, что вы портите статистику и уничтожаете её. Вы живёте в стране, где люди могут получать 15, 20, 30 тысяч. И, соответственно, вы очень портите нам, бедным русским, статистику, и это грустно. И вы представьте, вот люди, 15, 20, 30 тысяч. Вот потянет ли он один семью? Потянет ли он один семью? Нет. Его жена будет тоже работать за те же 15, 20, 30 тысяч. Ну, и в среднем, по-хорошему, вот он охранник в каком-нибудь магазине за 20 тысяч, она продавщица за 20 тысяч. Вот у них на семью 40 тысяч есть. И вроде бы, в принципе, жить можно на эти деньги. Вот вам приблизительно, как обрисовывается большинство семей. Ну, может быть, по 30 оба получают, и 60 тысяч на обоих уже набирается. Нормально, да? А Небелого пишет, завтра мне надо идти на собеседование в сторожа. Обещали 11 тысяч в месяц. Ну, вот о чем я и говорю, соответственно. 10, 15, 20, 30. Если вы получаете больше 40-50 тысяч, я вас поздравляю, вы правильно выбрали свой путь в жизни. Вы молодец, я вами горжусь. Лично я вам готов пожать руку, сказать, что вы супер, вы гений, вы молодец. Вы хорошо устроились по жизни, вы все правильно сделали. Но, к сожалению, у большинства людей они не так живут. Вот, да. Да мне похуй, защищена женщина, не защищена женщина. Да вообще насрать на женщину. Вообще, просто ху, блядь, на эту женщину. Какая-то левая женщина защищена или не защищена. Да вообще, вообще просто поебать. Вы вообще не поверите. Вы вообще не поверите. Нет, Прилепину не буду жать руку. Только если он по 2 миллиона в месяц делает пожму руку. Вообще, женщина будет не защищена. И что, блядь. Что у меня должно произойти вот сейчас в душе? Ну, бывает. Ну, не защищена. Это вопрос женщины. Если женщина остается с ребенком, да? Ну, кто угодно. Да, кто-то из родителей остается с ребенком, да. Тема элементов, это какая-то действительно неоднозначная. Ну, как неоднозначная. Конечно, ребенку надо помогать. Ребенка надо расти, ребенка надо воспитывать. Это, как у нас преподаватель в институте говорил, чтобы вырастить одного ребенка, это в Москве купить надо однокомнатную квартиру. Сколько стоит однокомнатная квартира в Москве? Такой был вот приведен пример. Потому что уровень образования, дополнительного воспитания и развития, сейчас это стоит денег. Раньше это было бесплатно, все эти кружки. Че, блядь, кружки, хуешки, блядь, вы че? Если ты нищая, и ты не можешь, короче, содержать своего ребенка и кружки ему давать, ну, пусть он без кружков растет. Че, я не знаю. Какие? Кружки ему нужны, квадратики ему нужны, в элитную школу надо отправить, покупать самую лучшую еду и самый дорогой компьютер за 200 тысяч обязательно моему маленькому пузажителю нужно, в общем-то, все приобрести. Мой маленький пузажитель должен быть во всех благах и в золоте должен купаться. Вот, вот так вот я считаю. Давайте мне алименты, короче. Да? Ну, классно. Возможно, если мы за элементы. Мы за элементы. Мы за элементы. Нет, это неправильно. Мужчина должен платить за несносность. Несносность. А если это... В смысле, блядь, платить за... Стой, чувак. Короче, ты представляешь, сколько надо платить за несносность? Это не 5 тысяч в месяц. То есть даже стабильной суммы нет в месяц. Ты просто плачешь процент от своей ебучей зарплаты, от своего заработка... Дохода. Не просто зарплаты, дохода. Ну, то есть, по-хорошему тебе надо начать скрывать доход тогда. Ра-ра-ра-ра-ра. Вот это было бы весело, скрывать доход. Но за это тебя могут еще больше прижать. Так что тут, знаешь, такое. То есть, это не 5 тысяч. Это даже не просто 10 тысяч. Если ты получаешь в районе 40 тысяч, ты платишь десяточку. Если ты получаешь в районе 80 тысяч, ты платишь уже двадцаточку. Если ты получаешь, я не знаю, миллион рублей в месяц, 10 миллионов рублей в месяц получаешь, то ты отплачешь тоже соответственную сумму. Шат, ты все забываешь про Алики на квартиру. Блядь, еще сверху доплачивать? Да пошли нахуй эти дети. Просто если твоя жена рожает, просто берешь, блядь, дробовик, блядь, по обоим нахуй и в тюрьму идешь. Все равно похуй. И все равно, блядь, уже жить некуда даже. Псетец, блядь. Там просто дикие деньжища, короче. Просто дикие деньжища. Если еще и два ребенка, если двойня появилась, да, неожиданно, ну все, пизда тебе, чувак. Можно вешаться сразу, там уже 50%, если я не ошибаюсь, набегает зарплата. Ну, то есть элементы. 50% от заработка. Ну, прикиньте, да, кредит в 50% вашей зарплаты на 18 лет вперед. Прикольно. Ну, ладно, с другой стороны, как бы, я же говорил, шат жадный как черт. Да, блядь, я лучше реально расстреляю нахуй всех. Просижу в тюрьме, там, 8, 12, 13 лет и вернусь к своей квартире. Чем? Вот эта вся хуйня с элементами. Чем я буду пахать? Чем я буду работать? Чем я буду давать половину, четверть или половину своей зарплаты? Это же вообще... Ну, с другой стороны, довольно трудно, да, сделать так, чтобы у тебя сразу два ребенка появилось. Это, ну, вот вообще-то тупо супер неудача, во-первых, да, если за один раз. А если ты двух детей уже настрогал, ну, наверное, тебе все-таки, ну, ты как будто бы договорился. Вячеслав пишет, можно просто стать безработным, ну, или умереть, да, возможно. Ну, с другой стороны, с другой стороны, можно стать альфонсом. Можно стать альфонсом для какой-нибудь самочки. Да, и все. И конец. Мужчина получает алименты, а алиментоплательщик женщина. Но это при том, пока что я молодой, относительно 30 лет, я могу себе позволить стать альфонсом у какой-нибудь девчули. Это хороший вопрос. Не, ну, просто это, просто, блядь, нереальные деньги, просто куча денег. Такой вариант не рассматривался, я даже больше скажу вам. Бля, Белл, не надо меня. Убивать. А, вы, то есть, говорите, что даже если вы будете безработным, все равно минималку придется платить. Видим, мрот, мрот, блядь, мрот. Платить, да, ну, нет, суть-то алиментов в том, чтобы помочь ребенку же. Да ладно, чего ты пугаешь всех осьминожек? Ну, Артик, я считаю, что алименты это чудовищная хуйня. Абсолютно чудовищная. Защищать ее могут только монстры. Это самая фашистская хуйня за всю историю человечества. Это ужасно, это страшно, это дорого. И если мужчина и хочет содержать своего ребенка, пусть сам в свободном порядке определяет, сколько хочет давать на него. Не считая тех случаев, когда был заключен определенного рода договор, что вот я хочу ребенка, рожай, пожалуйста, любимая, я тебя буду содержать всю жизнь, мы все это знаем, и все. Мужчину это я хотел просто наказать первым своим словом. Почему это, почему это? Ну, по статистике чаще... На зоне возьмет, Вячеслав, на зоне возьмет деньги на алименты. Просто не платит алименты. Не знаю, такая вот у меня в голове статистика. Может быть, есть еще мировая статистика, может, она как-то различается? Я считаю, что нет, потому что если человек берет на себя ответственность заводить детей, значит, он должен обеспечивать... Какую, блядь, что значит, если человек берет, блядь, на себя ответственность заводить детей? Письку, блядь, засунул в письку, блядь, и все, ребенок получился. Это пизда не хочет аборт делать. И такой, ну, блядь, ну, сука, ну, сделай, блядь, аборт, блядь, сделай, сука, аборт. Она такая, нет, блядь, я хочу ребенка Я хочу ответственность Я не хочу, блядь, ответственность Сука, я не хочу ребенка Да, охуенно Мое почтение, очень хочу взять на себя ответственность Ничего А если, там, он не взял на себя ответственность А это был какой-то залет там случайно Значит, нужно думать, с кем ты спишь Я в этом Да, блядь, после этого имеет определенный смысл Просто взять и прийти к этой женщине Голову и отхуярить топором, простите, конечно Не одобряю, кстати, хейт спичи Не одобряю все это Ни в коем случае не отрубайте никому голову Но, блядь, это же пиздец 18 лет Отдавать кучу Ебаного бабла Хуй пойми кому Вообще хуй пойми кому Простите, конечно, да Вопросе абсолютно не силеный К сожалению, вот в правовом поле В этом вообще ни разу У меня не было Нет знаний Да, у нас в России есть вот такая идея, что это нужно отменить Отменить? Да Как это возможно? Ну, чтобы государство не контролировало то, как перераспределяются ресурсы внутри Кстати, опять же, государство не государство Но поддержание определенного договора мне все-таки кажется нужно делать Просто, опять же, если человек реально берет на себя ответственность Мужчина реально заранее взял на себя ответственность Ну, блядь, я бы не хотел, чтобы он мог отвертеться от элементов Вот он говорит, все, буду содержать, клянусь, обещаю Люблю тебя всем сердцем, короче, до конца И вдруг он съебывает Шат, у тебя был риск стать батей? Ну, вроде нет пока Все равно всякое бывает Слушайте, презервативы рвутся Там, я не знаю, что-то еще там происходит То есть это очень опасно Это очень ужасно И если женщина не готова сделать аборт Если ты вот как бы точно знаешь, что даже за твои деньги Женщина аборта делать не будет, в общем-то, вот наверняка Или наоборот, она тебе говорит, я буду делать аборт, если что Давай, короче, все хорошо Все хорошо, если что, будет аборт А потом такая, а я не буду делать аборт А? 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 А, блядь, не будет аборта Ха-ха-ха, блядь Ну, все, пизда На 18 лет Вы платите кредитос, блядь 18 лет То есть если у меня сейчас появится ребенок какой-то, да Я до 48 лет Буду платить четверть своей зарплаты Нет, я думаю, папа и мама Два должны сохранять дети Если один папа или мама, нечего Да, блядь, я бы как в спарте детей просто Бел, блядь, вы старше меня, что за хуйня Какие плоти нам маленькие, вы че Ха-ха-ха-ха Бел, алло, проснись Ты старше меня, дядя Ты что делаешь? Детельно, да Бел решил тоже пристроиться, смотрите Ладно, Маркус Ладно, Маркус, блядь, ну, Бел Помочь Мама или папа Алименты нужны? Да, алименты нужны О каких элементах может идти речь, например, если женщина зарабатывает больше мужчины? Еще, еще один вопрос Или если у женщины уже есть еще один муж, который полностью обеспечивает ее ребенка и ее Хм Бля, алло, ух Ух, блядь Что? То есть, стоп Женщина живет с мужиком Который ее там чпокает Воспитывает твоего ребенка Блядь, слушайте Помните высказывание какого-то там чела о том, что нужно заявлять о педофилии Когда какой-то хуй появляется в вашей семье с вашим ребенком? Это вполне нормально в таком случае Если вы алименты платите при таких условиях Не надо, Артик МС Это не звучит такой шизой на самом деле Если все продумать Если так вот подумать насчет ситуации Какой-то хуй живет с вашей бывшей теткой Которой вы еще деньги платите И он ей, блядь, платит деньги И все, блядь, платят деньги И этот ребенок, блядь, в золоте ебучий купается А вы нищий ебите где-то Отдаете кучу своей Большую часть своей зарплаты Блядь, это безумие Алименты это безумие, ребят Алименты это безумие Ну, конечно, это плохо А по какой причине отмена алиментов? Я такое первый раз слышала Ну, считается, что государству не должно лезть в частную жизнь людей И если там родитель Обычный отец, который не живет с ребенком Хочет как-то подкинуть ему денег То он может это сделать без контроля государства Без отчетности Нет, это невозможно Мужчины не такие люди Почему это? Ну, если отменят алименты Они и так с трудом их платят даже по закону А если их еще отменят То... Да, этот ребенок еще потом найдет себя И отпиздит инфа сотка Ну, блин Да, мать будет, скорее всего, заставлять ненавидеть Тебя конкретно Что ты там из семьи ушел Мать его будет воспитывать Да, и в ненависти, скорее всего Если вы разошлись Опять же, очень вероятная ситуация Слушайте, вообще-вообще Алименты, это такая, блядь, дичь Это просто такая ебаная дичь Я сейчас вообще просто Я еще сверху выкурил такую тему Что... Ведь реально Женщина может устроиться И жить с другим мужчиной И как бы нормально У них семья с нормальным доходом Так ты, блядь, еще и доход будешь подбрасывать Если ты не очень богат Пиздец Это просто полный пиздец Просто твоя жизнь разрушена полностью Если ты получаешь 20-30 тысяч 20-30 тысяч А как большинство мужчин в нашей стране вообще-то, да Получаешь 20-30 тысяч Тебе пиздец Тебе просто пизда Тебе просто расхуяривает в мясо Ужас Ужас, короче Не, серьезно Это очень страшная хуйня То есть, ребенок в нормальной семье живет Он будет полностью воспитан Он не нуждается в элементах Но ты все равно, блядь, платишь элементы Пиздец Ну, это серьезно Это странно Это прям вообще ад То есть, считайте Мужика вообще ни во что не стоит Его могут просто взять и уничтожить Он будет пахать за свою мелочь И вообще все, конец Вы знаете, что самое обидное? Что при той финансовой ситуации Которая у него будет с наличием элементов Он уже точно ребенка вообще не заведет, скорее всего Пиздец Пиздец Я понимаю, что государство плохо было Но это просто страшная хуйня Чисто вот на человеческом уровне Это страшная хуйня И очень обидно, что она касается Половины населения нашей страны То есть, может коснуться половины населения Могла коснуться Когда-то могла коснуться И сейчас может коснуться многих наших граждан Это страшно Это страшно Это ужасно Еще более страшно Что все женщины поддерживают элементы То есть Это то же самое Что если бы Не знаю Все мужчины поддерживали бы отмену абортов И то не так страшно Хотя нет, нормально тоже Не страны, а всего мира Ну я не знаю Везде ли есть элементы был И везде ли они такие суровые Как у нас в России Давайте так Давайте с этой стороны подойдем Я думаю, надо много нюансов здесь знать Чтобы такое высказывание делать Может быть в некоторых развитых странах Запада И намного хуже с элементами дела обстоят Вот вполне возможно Не исключено Но тут надо каждый раз по конкретной ситуации Уже смотреть Что, где и как Я бы не торопился В общем 70% мужчин просто убегут от ответственности Ну и мой государственный конкурс Ну это их выбор Твой выбор рожать или не рожать Его выбор убегать от ответственности Блять, а какой ответственности Сука Чтобы у тебя была ответственность Ты должен ее на себя взять Вообще, в принципе Вот если Если есть договор Я считаю элементы нужны Я уже сказал это 10 тысяч раз Здорово, да Что не нужны государственные контроли Какой менталитет должен тогда быть У родителя, который оплачивает элемент Уровень сознания Он же не у всех такой То есть вы считаете, что должна быть ответственность Вплоть до уголовной Как сейчас существует А разве существует уголовная? Ну да Ну нихуя себе уголовная существует Кто бы мог подумать Народу сидит там Что, серьезно? Да Что, серьезно? Ну хуйня Ну что делать? Бывает Как-то мы не в теме Можно сесть То есть многие дети Даже не могут Пойти на некоторую госслужбу Из-за того, что у них Папа не платил алимент Ну или там Мы с этим не столкнулись Не знали А как вы считаете Если такие алименты останутся То стоит ли вводить Аналогичную ответственность Вот как к тем, кто платит алименты Так и к тем, кому платят Если они будут тратить деньги Не целевым образом То есть, допустим, сейчас это никак не контролируется И мать, допустим, может пойти купить водяры Там Настаса Михайлова потратить Но я считаю, да Но должно контролироваться И сразу, если ты платишь Ну Это должно контролироваться Звучит довольно смешно По крайней мере, потому что Куда проще что-то И дешевле что-то не контролировать Чем контролировать Вот То есть, куда проще и дешевле Вообще отказаться от контроля Неожиданно Да Контроль, вести растрат Довольно трудно Короче, ситуация довольно грустная И про ребенка Если бать его сидел Тоже грустная ситуация Ну, что поделать Тишь, ребенку, соответственно Так и есть Есть же случаи, когда Например, не знаю Жены там богатых людей Они сейчас на алименты Там Снимают себе квартиру Покупают себе шмотки Да, конечно А что, блядь, делать Пиздец просто Те же самые Ну, типа Ну, такое Ну, короче Самое простое Это вводить Как раньше Такую систему Билетика Билетную систему Да Либо смертная казнь Либо билетики Вот Так и как смертная казнь Либо билетики Ну, вот у тебя есть два выбора Либо ты тратишь все И тебя все криводик Но зато там полгода живешь счастливо Да? Вот Либо тебе, короче, выдают талончик Ты такой, идешь О, окей Только на ребенка могу потратить И все Значит, талончик чисто Который можно реализовать с ребенком Это даже На концерт Стаса Михайлова сходить Для мамы Это будет Какая-то отдушина От отца Извините Я считаю, что это Ну, мать сама расприжается Чем На что тратить деньги Если ребенок Накормлен Напоен Одет То Стас Михайлов не помешает Я считаю Ну, то есть Вы считаете, что Отчетности быть не должно Ну Я должна Сказать, что Наверное, отчасти Должна быть отчетность Но Потому что Ну, это просто Нереально контролирует Все вот это вот дело Полностью отчетности Ее точно не будет Все равно найдутся Какие-то способы Как-то Что-то подменять Какие-то чеки там Взять у подружки Которая купила Своему ребенку костюм Она скажет Ой, дай мне Я тут Отчитаюсь Что я купила Это моему ребенку Ну, так это же Отчеты не только По чекам А и по фото Там По фото Да бля Ну, хоховский Все эти отчеты Они усложняют систему Они не нужны То есть Любыми усложнениями Системы Нужно задумываться Ну Очень солидно Потому что Всякие Всякое Улучшение Усложнение Системы Оно ведет В принципе К тому Что Ну, в общем Тебе больше контролировать Надо Ну Единственное Что Единственный способ Контроля Который можно Себе только Представить Это Отчет Не перед государством А перед самим Алименщиком То есть Чтобы человек Который платит Алименты Мог подать в суд На жену Если она Нецелевым образом Я мою голову Нецелевым образом Потратит деньги Например Вот такой заход Вполне возможен Чтобы она Просто перед ним Отчитывалась И если что Он мог обратиться В суд И что-то сделать Отдельно Какой-то другой Государственный контроль На мой взгляд Не нужен Невозможен Излишен Ну просто потому Что придется Бюрократов Еще увеличивать Придется Какую-то хуйню делать Может быть Да Отдельно Следильщиков В общем-то Искать Или соответственно Людей Ну навешивать Уже существующим людям Которые бюрократией В общем страдают Тоже Еще обязанностей Не-не-не-не-не Лучше не надо Ну да Это везде Такова Сейчас Это с коронавирусом Она может взять Костюм Переодеть Своему ребенку Вот этот костюм И сфотографировать Ничего я не мешаю А он приедет И проверит Ну если отец платит Алименты Это значит Что он не живет С ребенком И навряд ли Он будет контролировать Это все дело Ну так он же Общается с ребенком Скорее всего Ну тогда Я не знаю Так она еще думает Что он не должен Общаться с ребенком Заметься Что ответить Подловили Значит Если его запрещают Общаться То он не будет следить На алкоголь Там не знаю Билеты На страсы Михаил Да Это как целевые средства В бюджете Я считаю Что они должны быть Да Как целевые средства В бюджете Да Они же знаете Они же Разделены целевым образом То есть Если деньги Выделены Например На оборудование Значит эти деньги Должны потратиться На оборудование Точно так же За нецелевую Растрату Можно наказать Соответственно Штрафом Либо Лишением Алиментов Ну блять Наказывать Штрафом Человека Который Нуждается В деньгах Типа Ну Вы понимаете Например Не знаю Или там Что штрафом Да Штрафом на родителя Вот Это самый хороший вариант Благодарство А вы как считаете По этому поводу Она отдалилась Видите Она уже Чуть Вот этим вот Знакам Все уже понятно Нет Я на самом деле Полностью поддерживаю Грамотное объяснение Я солидарна Может их потратить На алкоголь Там На билеты Условно На концерт Стаса Михайлова Как вы считаете Стоит ли Их растратов Как-то контролировать Чтобы ответственность Была и у того Кому платят Алименты Ну это все-таки Вмешательство В личную жизнь То Как тратится Средство То есть Как вы будете Осуществлять контроль Ну алименты с тем Это в принципе Вмешательство В личную жизнь Потому что Ну как Ты на струга Унеси ответственность Да Конечно Безусловно Такие люди тупые Просто Просто колоссально Тупые Ебал Просто Люди выступают На стороне Тотального Фашизма Зла Блядь Уничтожение Себеподобных Это Фантастика Это просто Фантастическая Деградация Просто Отвратительно Просто Отвратительно Я Просто Удивляюсь Над тупостью Людей Над их В общем-то Зомбированностью Уровень Зомбированности Просто Максимальный Это ужасно Причем Понимаете В чем дело Вот эта штука Она буквально Опасна Она опасна Для людей Нет Не читал Донец Скорее всего Так вот Вот эти Алименты Они опасны Для тех Кто платит Эти алименты Они ухудшают Алименты Наличие алиментов Тратит Ухудшает Качество Жизни Объективно Ухудшает Качество Жизни Это Пиздец Это Пиздец При том Что все решения Принимает Женщина Просто Все решения Принимает Женщина Рожать Не рожать там контрацепция не контрацепция там я не знаю сдать в детский дом или не сдать там принять себе ребенка или не принять то есть опять же да дать мужу ребенка или себе оставить все решения принимает женщина вообще все решения принимает женщина ребенок тебе не принадлежит ничего с ребенком не будет ребенок тебе не будет помогать по жизни скорее всего тебя будет ненавидеть до конца дней хотя есть исключение но все равно скорее всего не знаю как это конечно сделать снова контролировать расходы нужно чтобы эти деньги тратить ну синтез бы запрещать точно не стал я бы на самом деле я уже сказал чтобы я сделал шуи я бы небольшую реформу по элементам бы вел то есть для того чтобы кто-то платил алименты да согласен был согласен так вот для того чтобы кто-то кого-то обязательно алименты должны быть определенные условия более строгие чем сейчас куда более строгие чем сейчас должно произойти некая некая череда событий соответственно женщина не должна вступать в брак в котором их их совместность с мужем доход превышает определенную сумму более того я бы даже ограничил сумму алиментов верхним порогом то есть нижний порог алиментов я бы еще верхний вел соответственно просто потому что ну не нехуй зажираться ублюдки чтобы алименты были больше 100 тысяч рублей в месяц например я себе этого не представляю для меня это фантастика уже какая-то это какая-то дичь только на ребенка можно потратить на там на водку на концерт стаса михайлова это будет без проблем то есть если общий доход семьи кстати включая алименты включая элементы общий доход семьи будет больше чем 50 косарей будет больше чем 50 косарей да ну наверное можно уже и без элементов или уменьшить количество элементов как не так проработать закон чтобы это было более справедливо да и опять же если учитываем если у жены доходы больше чем у мужчины и мужчина вроде бы должен платить элементы то их тоже можно либо уменьшить либо отменить зависимости от уровня жизни мужчины вот как бы я бы очень сильно подкорректировал бы закон об элементах но элементы склеится от доходов так что какие-то футболисты может быть и платят элементы по стока может быть причем я думаю они не по стока платят я думаю во первых жена у них отжимает половину имущества с одной стороны с другой стороны они платят одну четвертую от дохода то есть великие футболиста на самом деле величайший куколт который отдал половину своего аршавин аршавин кстати да точно так же и было вроде в общем еще и говорит на камеру да да элементы надо платить да я рад что я отдаю половину своего имущества и денег своей жене своему ребенку я очень рад блять я я счастлив блять не знаю вот какие-то крайности и опять мы возвращаемся к уровню образования людей к их осознанности пониманием какой ребенок да что в него вкладывается что из него выйдет на выходе что он получит какой уровень образования и интеллекта ну вот мы считаем что ответственность для того кто платит ребенку кто платит алименты должна быть да окей а должна ли быть такая же ответственность к тому кто этим деньгами распоряжается конечно это обоюдно все-таки должен быть видео возможно договоренность должна быть давайте рекорды гиннеса самые большие элементы самые большие элементы в месяц рекорды давайте посмотрим так нету нету такого к сожалению не вижу не вижу не вижу топа алиментов родитель обычно мать которому платят алименты она может их тратить абсолютно на свое усмотрение сейчас то есть не очень хоть на алкоголь хоть там на билеты право а это их не право да да это же деньги то на ребенка ваку я себе мужи ненавистники вокруг мужа ненавистники отвратительно просто люди которые презирают мужчин ненавидят мужчина считают мужчин ради расходным материалом ужасно сушить вот дед ты муж и ненавистник ты блять ненавидишь мужчин ты просто блять их презираешь ты готов их с грязью и с дерьмом смешать и вообще просто тебе насрать на мужчин при том что сам жил жил долгое время мужчины пишите алименты больше не грозят по жизни я почти похеру пусть страдают все мужчины пусть сидят в тюрьмах там я не знаю или платят огромные деньги далее все пошел на это остальные не не ваше дело далее этот как кому надо это не ваше дело как куда тратит больше в одном из их сходят реально подстилка матриархата просто отвратительный дед дико дико бесит столь или как это не ваше дело далее и все это их не право куда тратить до отдал блять четверть своей зарплаты похуй куда хотят туда и тратят ты сидишь не доедаешь ты не можешь соответственно себе нормально жрат вы купить одежды у тебя уже не хватает денег ни на что ты тратишь значительную часть своей своего своих ресурсов причем очень значительную часть своих ресурсов и ничего не получаешь взамен и соответственно еще никто не будет перед тобой отчитываться никто не будет перед тобой отчитываться охуенно и вообще всем на тебя насрать то есть деньги пойдут даже не на ребенка про просто в трубу уйдут и ты будешь платить не какую-то мелочь четверть свои зарплаты минимум хотят на алкоголь хотят на что-то пусть мужиков проституток снимают себя чуем отслеживать до тем или иным способом ну я не очень за это в этом не очень разбираюсь но думаешь причем я не думаю что нужно прям тупо отслеживать есть вероятно в общем-то самому мужчине в общем-то чтобы женщина предоставляла мужчине чеки на покупки в таком случае да если мужчина обнаружит что сумма на те или иные покупки была потрачена не на то же самое но все конец вот он дает допустим 20 своих тысяч кровно заработанных он должен убедиться что все 20 тысяч пошли на ребенка еда детская чем именно детская еда какая-нибудь до подгузники школьные материалы какие-нибудь учебники материалы есть такое шуя кстати тоже да не факт что ребенок не сторчится и не станет долбоебом 18 лет и не сдохнет потом причем даже если он не сдохнет он все равно будет батю возможно ненавидеть хотя блять за элементы стока я бы батю любил если бы он был жив конечно что да надо отслеживать потому что все таки конкретно алименты должны именно на детей тратится а не на какие-то сторонние вещи все ли может мама берет эти деньги и покупает себе платье на ребенку нет нет государства это да да это министерство контролирует да писька ли я назывался они контролируют это по вашему кант но отдельно министерство под это создавать я считаю это затрата огромного количества усилий я без отца раздастся конечно роль за растраты алиментов его не стоит это лишнее ну ну за уплаты ты чувак блять ты можешь ненавистник я тебя поздравляю ты просто ненавидишь мужчин и причем ты сам можешь попасть в ужасную ситуацию в которой потом будешь просто так платить элементы тоже тоже понимаешь насколько это хуёво чел твою жизнь уничтожат есть контроль государства не заплатишься в тюрьму а растратить матчах тюрьму ты просто какую тюрьму там на взыскание все просто на недвижимость статья есть тюрьма же там очень много народа сидит чел блять ты тупой ты блять может тупой мужа ненавиден который ничего не знает первый раз слышу ловку вообще получить запросто условку ну злостный алименщик неплатильщик ответственный связь ответ скажет угол пол 2 головной а за растрата ты можешь потратить на своих смотреть там новых но билетный концерт и ничего не будет это опять сознательность матерь можно остать вот сознательность отца контролируется уголовным уровнем до уголовной статьей а сознательность матери никак не контролируется оставим это на уровень сознательности матери а-а-а блять охуенно просто хуй сосите блять взять огнеметом всех просто сжечь как завещал великий чибисов серьезно поставить в очередь мужа ненавистников всех и матерей ублюдских всяких вот этих вот и огнеметом блять пройтись как следует больше других вариантов нет я я я не знаю как с этим бороться это это дичь а ведь я сужу я шучу если что это шутка это глупая шутка не обращайте внимание на усмотрение конечно нужно привлекать к уголовной ответственности потому что если алименты да блять давайте всех нахуй привлекать к уголовной ответственности а чё чё нам короче давай давайте теперь женщин за растрату алиментов привлекать всех всех блять к уголовной мужчин за невыплату алиментов к уголовной там женщин за растрату к уголовной детей блять за то что они там не стой ноги вылезли из влагалища к уголовной ответственности привлекать бабушек привлекать к уголовной ответственности за выпадение челюсти, дедушек за палку их, вот это вот, они там тыкнули кого-то своей палкой, тростью кого-то, тоже к уголовной, блядь, ответственности. Все, давайте, давайте всех, блядь, к уголовной ответственности привлечем. Ну, ну, блядь, не хватает нам уголовной ответственности. Тюрьмы пустуют, нам, блядь, нужно срочно заселить определенное количество людей в тюрьмы, блядь. Конечно, давайте, давайте всем, блядь, уголовной ответственности. Ну, а хули нам, людям-то? Если это рассчитано для детей, то они должны тратиться полностью на детей. Я тоже задумаю. Ну вот такой вот получился опрос. Я обращу внимание на то, что... Нет, блядь, чтобы... Не, я против уголовной ответственности и для мужчин, и для женщин. Давайте не будем уголовную ответственность привлекать. Не-не-не, я не хочу, чтобы люди сидели... Нет, блядь, уголовная, сука, ответственность! О, блядь! За растрату! Вообще! Мое почтение! Люди настолько ебанулись, что я просто в шоке. Причем, ладно, тема там всякой хуйни с педофилией, там не педофилией. Это еще довольно сомнительная тема, на которой можно спорить. Ну, блядь, здесь пиздануть про уголовную ответственность. Ну тебе что, блядь, людей реально мало сидит? Тебе недостаточно? Больше заключенных богу тюрем срочно! Я требую больше сидящих! Бог, а у е требует больше заключенных! Охуеть просто! Молодец! Блядь, тичь просто! Просто дичь! Значительная часть людей все-таки выступает за контроль над тратой алиментов. Ну, за исключением там парочки людей, которые уже совсем платить! Платить и пусть тратит на что захочет. Но почти все люди считают, что алименты пока что отменять не надо. Ну, их и не надо полностью отменять, их надо, ну, другую систему сделать. И без уголовки желательно. А потом спросят, а как заставлять мужчин платить алименты? Ну, я не знаю, штрафами. Ну уж лучше, короче, платить, соответственно, ребенку своему и бывшей матери, чем штрафы, хуй пойми кому, государству. Хотя, может быть, мужчина ненавидит своего ребенка и свою Майя, свою женщину бывшую. Просто презирает их адски. И, может быть, он захочет платить лучше государству. Ага. Эх. Видимо, общество у нас еще не готово к таким радикальным изменениям. К сожалению. Ну, полностью отменить алименты тяжело. Все же. Все же, наверное, тяжело. Хм. И я, в принципе, согласен там с девушками, которые говорят, что отцы тогда не будут платить алименты вообще. Ну, скорее, да, чем нет. Но мне кажется, что во многих случаях отцы имеют право не платить алименты вообще, если они не планировали ребенка, если они были активно против ребенка, если они не выступали на стороне, что надо рожать ребенка. Если им просто было похуй на ребенка, ребенок, блядь, вдруг появился и такой, блядь, ребенок, сука, упал в рот ему. И все. Ну, в таком случае можно даже, ну, какая ответственность? Какую ответственность на себя брать? Я бы лучше ответственность за аборт на себя взял перед Богом нашим Иисусом Христом, Его Отцом, Сыном и Святым Духом, аминь там, да, и все дела. Вот такую ответственность я бы за себя лучше взял, за решение, то, что от ребенка, вот, в общем, да, все грехи свои, в общем-то, вот, я бы еще покаяться даже бы сходил за это, ответственность такую бы взял за аборт. Вот, раз уж я убийцей вдруг становлюсь, да, за убийство возьму на себя ответственность. Ну, условный срок, эпикурус, это тоже хуйня полная. Штрафы в 40к, это тоже полная хуйня. Уголовный, условный срок, это отсутствие работы, это отсутствие, ну, нормальной работы, это отсутствие огромного количества видов деятельности. Ну, то есть, с условкой, ну, я, конечно, мог бы работать стримером дальше, да, то есть, то, чем я сейчас занимаюсь, я мог бы заниматься это и с условным сроком, и отсидев миллионы лет там, да, и будучи петухом на зоне, ты 8 лет вернуться в стриминг потом такой, хэ-хэй, я вернулся, ребята, я был петухом, да, подонатьте мне деньги там. Ха-ха-ха-ха, то есть, для меня, может быть, это не было бы большой проблемой, но заметим, что стримеры, это меньшая часть общества, стримером стать не так уж и просто, и получать на этом деньги тоже не так уж и просто, ну, и, соответственно, да, условный срок, это полная хуйня для подавляющего большинства людей, которые хотят работать официально. Вот, вот. Ну, такое, дядя Мобз 2. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, дядя Мобз 2, еще и философ сверху, я бы читал вам про Платона. Ха-ха-ха. Хм, да. Рассказывал бы, что я стал главным петухом там на зоне и трахал других петухов. Ладно, я шучу, все, отвратительно. Эм... Нет, не купил. Что, друзья, это было последнее видео из заказанных. Я жду ваших донатов на разный контент. Можете заказывать вечернее что-то на Гудгейм, например, пока на Гудгейм ничего не заказано, пусто. Я сейчас пойду за едой, пожалуйста, не расходитесь. Заказывайте разные видосики интересные, можно от Хохловского. Хохловский интересные вопросы и опросы делает. Мне, кстати, его позиция более-менее приятна, потому что он, как минимум, не агрессор, он ненавидит женщин. Я тоже не ненавижу женщины, я тоже не ненавижу детей, я тоже отношусь к ним довольно хорошо. Мне бы хотелось всем счастья, но в случае с элементами, на мой взгляд, страдает больше всего мужчина. Причем именно страдает. В условиях России, когда женщина принимает все решения, рожать, не рожать, что делать, что не делать, и даже она ребенка убить может, и ей немного чего будет от этого, да. В таких условиях мужчина получается самой большой жертвой вот этому родительному тельцу, который хочет все деньги себе заполучить.